И, наверное, еще одну мантру, которая была в первой книге, которая называлась Ригведы. Еще одна мантра, она звучит так. Варуно огне девицит. Варуно огне девицит. Есть еще одна такая вещь, это бог Варун или бог Варуна. Что такое Варун или что такое Варуна? Смотрите, события могут быть хорошими, но даже в хороших событиях нужно, чтобы кто-то человека защищал. Чем защищал? Смотрите, защищать и обижать доброго человека, этим занимается бог, который называется богом справедливости или справедливость. Смотрите, справедливость это Варун. И что мы теперь рассмотрели из первой книги, которая называется Ригведы? Мы уже знаем, что существует агния, это внутренний огонь человека, который живет и который является частью бога. Существует савитур, это события жизни, которые могут быть плохими и хорошими. И существует справедливость. И эта справедливость, она звучит как слог Варуна. Поэтому, когда вы говорите Варуна, вы говорите о справедливости. Почему? Мир полон несправедливости. И для того, чтобы справедливость восторжествовала, необходимо читать мантру Варуно огне девицит. Варуно огне девицит. Или по-другому, пусть защищают меня элемент справедливости. По-другому, пусть огонь следит за порядком и справедливостью. И это даст вам возможность ощущать жизнь справедливость. Считайте, что вас обманули, накиданули, там еще что-то сделали. Можете читать данную мантру. Варуно огне девицит. Это мантра из Ригведы, десятая. Которую я сегодня бы хотел дать.